Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, были ли до разделения языков, до вавилонского столпотворения разные языки, диалекты и наречия. Чем обусловлен этот вопрос? События, связанные с описанием вавилонского столпотворения, описываются в 11 главе книги Бытия. А в 10 главе книги Бытия, в 5, 20 и 31 стихе мы встречаем такие уточнения. «От сих населились острова народов, в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Это 10, 5. Теперь 10, 20. «Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в земле их, в народах их». И 10, 31. «Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их». А 11 глава, 1 стих, сказано «на всей земле был один язык и одно наречие». Возникает как бы внешнее противоречие. Сначала в 10 стихе говорится о разных народах, о том, что у них были разные языки племенные. А в следующей главе, первым стихом говорится, что «на всей земле был один язык и одно наречие». На самом деле хронология событий не всегда соблюдается в Священном Писании. Как я часто говорю, Библия – это не учебник истории. Библия излагает те или иные события по мере их связи с предшествующими событиями, которые описаны. Мы читали до 11 главы о семействе Ноя, о его сыновьях Сими, Хами и Иофети, которые были родоначальниками человеческих рас – Симитов, Хамитов и Иофетян. Имя Сим по-еврейски «шем» означает «славный», то есть тот, который составил себе имя. Имя Хам означает «горячий», и действительно негроидные племена – это горячие, темпераментные люди. А имя Иофет означает «красивый», «индоарийские народы», «европейцы», «красивые цивилизации Греции», «Рима» и «Древней Руси» происходит от Иофета. Оканчивая повествование о сыновьях Ноя, которые были родоначальниками человеческих рас, подчеркивая это, бытописатель Моисей указывает на те народы, которые произошли от Сима, Хама и Иофета, и которые были по своим языкам, диалектом и наречием. А окончив это повествование, в 11 главе уже рассказывается о том, о как же разделились языки. Таким образом, никакого здесь противоречия нету, заканчивается тема о родоначальниках человеческих рас, упоминаются разные языки, а как уточнение 11 глава рассказывает, о как же люди разделились на языки. «На всей земле был один язык и одно наречие». Древнехристианские экзегеты, отцы церкви, настаивают на том, что протоязык всего человечества – это священный язык, на котором написаны книги Ветхого Завета. И тому есть подтверждение – это собственные имена. Они имеют корневую семитскую основу. Например, Ева, Хава по-еврейски означает «жизнь», «хам» – «горячий», «сим» – «славный», «сим» по-еврейски «шем», собственно говоря, имя, то есть тот, кто составил значение своего имени, то есть прославил его, и «афет» – «яфет» – красивый. Семитская корневая основа всех библейских имен, не всегда всех, потому что приводятся имена и нееврейские в Священном Писании, но при описании событий жизни людей до Вавилона, это библейское свидетельство о том, что был один священный язык в то время, язык, на котором разговаривали все люди. Но потом Господь увидел, что эти люди вели себя агрессивно по отношению к Нему. Они решили построить башню, двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар-равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Что значит «сделаем себе имя», то есть «сами прославим себя». А почему башня должна была быть от земли высотой до небес? Потому что они помнили о том, что когда был потоп, как наказание грешникам за их грехи, то воды потопа поднялись выше самых высоких гор. И они решили построить Вавилонскую башню, как некое бомбоубежище от Бога. То есть они не хотели бросать свой греховный образ жизни, но если Бог нашлет опять потоп за их грехи, они спрячутся в этой башне. И вода может подняться так же, почти до неба. Они сохранят в этой башне свою жизнь. Но наказание Божие не замедлило, и Господь рассеял этих людей. Но Бог не уничтожил этих людей. Вот людей, которые жили в допотопном мире, Господь уничтожил. Почему же Господь не уничтожил строителей Вавилонской башни? Потому что у них был один язык и одно наречие. И когда они строили башню, они проявили крайнее единодушие. И Господь, который отрицает этот их замысел создать себе имя, Он оценил единодушие этих людей. Потому что Господу всегда угодно, когда люди проявляют некое единодушие. И за то, что хотя бы друг к другу они относились с пониманием, Создатель не уничтожил это поколение, и оно продолжало существовать. То есть Господь, даже наказывая нас, Он всегда находит некие смягчающие обстоятельства. Вот, например, вспомните, когда мы читаем книгу царей, там описывается нечестивая Изавель, которая уничтожала пророков Божьих и поддерживала идолопоклонство. Это жена царя Ахава, который гонялся за пророком Ильею, чтобы его уничтожить. И Божий пророк предсказал, что псы съедят Изавель. И действительно, ее выбросили в окно из дворца, и она разбилась, и псы съели Изавель. Остались только кисти ее рук и ее ступни. Все остальное собаки сожрали. И древние экзегеты задавались вопросом, а почему вот ступни остались и кисти рук остались? Ну, так сказано в Священном Писании. Почему? И было найдено интересное решение. Да, Изавель была нечестивая. Да, она была язычница. Но когда Изавель слышала, что по городу идет процессия, и везут невесту к жениху, она выбегала из своего дворца, и как простолюдинка плясала перед невестой и хлопала в ладоши. И Господь оценил этот ее поступок. Все ее тело было съедено псами, кроме кистей ее рук и ступней ее ног. Господь действительно справедлив во всех отношениях, и в каждом нечестивом он находит нечто положительное, то, что можно оценить. Как и поколение рассеяния, люди Вавилонской башни, при всех своих недостатках, у них было единодушие и взаимопонимание. Один язык и одно наречие. Но Бог рассеял их, разделив их на разные языки, нации, племена, народы, диалекты. Чтобы в рамках отдельно взятых наций они научились подлинной любви. Ибо в человеческой жизни семья, нация, страна, религиозная традиция – это суть границы ответственности, очерченной рукой Бога. И люди должны были созреть до того времени, когда они смогут осуществить единство не в собственном своем эгоизме, желанием создать себе имя, а единство в Боге и с Богом. И это произошло в день Святой Пятидесятницы, когда люди заговорили на разных языках святые апостолы и те, которые были с ними в Сионской горнице. Таким образом, разрушенное в Вавилоне, вот это ложное единство, оно восстановилось как истинное единство рода человеческого в формате церкви, которое говорит на всех языках и стремится понять каждого. Итак, сегодня мы говорили по поводу разделения языков и попытались выучить этот урок, понять, какой в этом смысл и нравственное приложение. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши занятия по трудным местам Священного Писания. Берегите себя! Берегите себя!